Почерк человека психологи недаром называют зеркалом внутреннего состояния. Написание букв может рассказать о вас очень многое. Впрочем, в наши дни мало кто задумывается над тем, какими каракулями пишет. Бумажные письма давно вытеснили электронные, а с текстами прекрасно справляются принтеры. Между тем, некоторые люди все же тянутся к искусству каллиграфии, мастерству красивого письма. Как ни странно, но для постижения его азов очень важное качество – спокойствие. Софья Столбова продолжит тему. Екатерина Сиарая – начинающая художница. Оригиналка во всем, она решила освоить японскую живопись Суми-Е через постижение искусства каллиграфии. Научиться сосредоточению, концентрации внимания и заодно узнать побольше о культуре и философии Японии. Мне, конечно, хотелось познакомиться с иероглифами и с языком, которого я совершенно не знаю. И, конечно, еще какие-то начатки медитации. Потому что, конечно же, рисование, каллиграфия – это медитация. Но так глубоко на этих занятиях не копают. Медитации здесь нет. Но вот элементарное спокойствие для каллиграфа важно. Кисть нельзя брать в руки, будучи раздраженным или взволнованным. Многие ученики прибегают на занятия после каких-то своих дел, возбужденные, надеются за эти два часа успокоиться. Но им не удается, а от этого плохо получается писать. Поэтому лучше подготовиться к уроку заранее, посидеть в тишине, успокоиться. И тогда человек приходит в равновесие сам с собой. Он начинает понимать свои чувства, понимать свои мысли и понимать свои действия. Сначала мы учимся грамотной посадке. Спина прямая и ровная, стопы параллельно друг к другу. Сидеть, разваляясь нога на ногу, значит заранее обречь дело на провал. А вот правильное положение тела обеспечит плавность движения кисти и четкость линий. До души дело дойдет еще не скоро. Вначале мы будем писать водой на специальном картоне. Кисточку держат двумя или тремя пальцами. Это не принципиально. Главное держать ее строго вертикально. Линию проводят одним сплошным движением под углом в 45 градусов. Причем ее толщина должна быть одинаковой на всем протяжении. И так несколько раз. Ох, я уже три листа замочила, но получается пока не очень. Впрочем, рассчитывать на быстрый результат с моей стороны было бы по меньшей мере самонадеяно. Звание мастера каллиграфии я получила довольно быстро, лет через 10. Но с тех пор продолжаю учиться. Вернусь в Японию и найду человека, который умеет это лучше меня. Буду учиться у него. И так до самого конца. Я не из тех, кто бросает любимое дело. Работы тех, кто посвятил жизнь каллиграфии, можно увидеть в уникальном музее в Сокольниках. Такой коллекции нет больше ни в одной стране. Здесь собрано все, что имеет отношение к каллиграфии. От картины, свитков до инструментов. Вот, например, витрина с письменными принадлежностями. Здесь мы видим уже знакомые нам кисти, потом перья птичьи, железные перьевые ручки и даже бамбуковые и деревянные перья. Здесь, кстати, тоже есть своя школа каллиграфии. В отличие от японской, она не придерживается строгих канонов. Главная цель методики – воспитать универсального мастера. Приходилось, конечно, писать везде. Когда тебя, допустим, в армии привозят куда-то на сопку, на какую-то, кругом дует ветер, летают мухи, машины включают фары, чтобы он мог был ночью писать, и ты в непонятно какой позе пишешь, непонятно как. То есть писать надо в любом положении. Главное – научиться писать. А научиться или, по крайней мере, попробовать стоит хотя бы потому, что во время занятий каллиграфии, по словам медиков, в организме выделяются эндорфины – гормоны счастья. Кроме того, письмо – простейшее средство аутотренинга. Во время методики каллиграфии увеличивается внимание, повышается сосредоточенность, всматривание появляется новый механизм, познание. И это сопровождается какой-то интуицией, которую раньше никто не отмечал. Недаром один из мастеров каллиграфии Илья Багдеско говорил, до таланта нужно еще доработаться. Это всего лишь обратная сторона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова